Настроение инвесторам подняли оптимистичные результаты медицинских компаний и квартальная прибыль Disney. В фокусе макроэкономические данные, которые в очередной раз подтвердили имеющиеся проблемы в американской экономике. Доллар США упал, нефть и канадский доллар достигли новых пиков. Рынок ценных бумаг США открылся ростом. Фьючерсно-промышленный индекс Dow Jones поднимался в начале сессии на 0,8% до 26920 пунктов, S&P 500 также рос, набирая 0,4% и располагаясь на отметке 3 316 пунктов. Тем не менее, инвесторы по-прежнему обеспокоены замедлением экономической активности в Штатах на фоне продолжающегося всплеска заболеваемости коронавирусом. Это говорит о необходимости увеличить финансовую помощь, но участники переговоров в Белом доме пока не согласовали пакет мер. Между тем они пообещали работать круглосуточно, чтобы достичь соглашения по пакету помощи к концу недели. Новые данные подтвердили имеющиеся проблемы в американской экономике. Число рабочих мест в частных компаниях США в прошлом месяце выросло на 167 тысяч по сравнению с июньским показателем. Рыночные игроки рассчитывали увидеть увеличение на 1,5 млн. Доллар продолжил снижаться в среду. Индекс американской валюты опустился к достигнутому на прошлой неделе двухлетнему минимуму на отметке 92.53 и пошел дальше вниз, сбавив сегодня 0,5% стоимости. Индекс доллара продолжает сохранять среднесрочный нисходящий тренд. Сейчас валюта США определяется с дальнейшей динамикой. Либо ей удастся отскочить, либо она окончательно растеряет интерес на покупку. Падением доллара США воспользовался и канадский аналог, который существенно укрепился. Сегодня нисходящий тренд в паре американский доллар против канадского усилился. Канадец таким образом набрал еще 0,5% стоимости и достиг практически шестилетнего максимума на отметке 1,3259. Рост Луни произошел не без поддержки рынка энергоносителей. Мировые цены на нефть в часы американской сессии дорожали более чем на 3%. Brent все же уходила в моменте выше 46 долларов за баррель. WTI подорожала до 43 долларов 20 центов. Цены сейчас находятся вблизи максимального с 6 марта уровня. Этому способствовал ряд факторов, среди которых резкое падение запасов нефти в США и серия взрывов в Бейруте, спровоцировавшая новую волну тревоги относительно ситуации на Ближнем Востоке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова